Национальный банк намерен запустить в Беларуси сервис мгновенных платежей уже со следующего года. Об этом сообщил зампредседатель управления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям Банкит-2018. Это базовый проект для многих стран, который улучшит платежные онлайн-сервисы для предприятий и физлиц. Его внедрение позволит получать деньги в течение одной минуты. К тому же он будет работать круглосуточно. О чем еще говорили в рамках форума Банкит, расскажет мой коллега Андрей Лоптенок в «Экономике дня». Спасибо, Полина. Банки делают ставку на удобство, а ID-карты можно будет рассчитаться в магазине, например. В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис. Об этом сегодня сообщил зампредседателя управления Нацбанка Дмитрий Калечиц на форуме Банкит-2018. Напомню, первые документы нового образца ID-карты и биометрические паспорта белорусы начнут получать с января 2020 года. Проект уже запущен, работает более полутора месяцев, отрабатываются эти технологические вопросы, отрабатывается программное обеспечение, которое может работать потом. Ну а дальше уже стоит вопрос об активности банков, которые будут принимать на себя эти технологии. Добавлю, в этом году конференция Банкит празднует 15-летие. Эксперты отмечают, что форум полезен своим международным опытом и обменом решений, а также презентацией достижений. Этот Банкит, я думаю, выделится еще большим количеством различных продуктов, которые помогают проводить цифровую трансформацию банков, которые показывают новое место банков в цифровом будущем нашего общества. Еще одна новость от Нацбанка. Регулятор рассмотрит вопрос об уровне ставки рефинансирования в конце декабря нынешнего года на ежеквартальном заседании правления. Но, судя по заявлениям своих представителей, Нацбанк продолжит придерживаться нейтральной денежно-кредитной политики. Напомню, в сентябре ставку рефинансирования сохранили на уровне 10% годовых. На торгах в Минске доллары и российские рубли подорожали, евро подешевело. Актуальный курс доллара 2 рубля 9 копеек, курс российского 3 рубля и 21 копейка белорусского за 100 российских рублей, евро 2 рубля 40 копеек. Заявление Саудовской Аравии о наращивании объемов добычи сырья до рекордных 11 миллионов баррелей в сутки продавило цены на нефть. Сегодня на торгах в Лондоне декабрьские фьючерсы на нефть марки Брент упали ниже психологической отметки в 80 долларов за баррель. А затем падение продолжилось. Известно, что Вашингтон требует от Саудовской Аравии поставлять на рынок больше нефти для замедления роста цен. Министр энергетики королевства Халид Аль-Фалех заявил, что саудиты в состоянии вывести добычу нефти на уровень 12 миллионов баррелей в сутки. Впрочем, с особой оговоркой, что уровень добычи будет зависеть от спроса, а не от геополитики. Чемпионат мира по футболу, проходивший этим летом в России, оказал заметное влияние на экономику ряда регионов страны благодаря развитию инфраструктуры и туризма. Суммарный эффект Кубка мира для ВВП России за время подготовки к турниру составил 952 миллиарда рублей. Это 1% годового ВВП страны, сообщается в отчете Оргкомитета России 2018. Более всего преуспели регионы-организаторы, особенно Мордовия и Калининградская область. Подъем в сфере туризма во время проведения чемпионата принес экономике дополнительные 3 миллиарда долларов. Что ж, большой спорт хорошо монетизируется. Ждем знаковых спортивных событий в нашей стране. У меня все пока. Да, Андрей, спасибо. И вот такой была экономика дня с Андреем Лоптенком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...